Место встречи изменить нельзя. Мы в пиццерии Челентано на 3-й. Друзья, это означает, что самое время вкусных новостей. Давайте начинать. В международном аэропорту Одесса пограничный пёс нашёл кокаин, который был спрятан среди личных вещей одного из пассажиров. Пёс нёс службу в пункте пропуска при оформлении пассажирского авиарейса, предлетевшего из Дубаи. Собака пограничников, специально натренированная на поиск наркотических веществ, на запах обнаружила подозрительный багаж и подала соответствующий знак инспектору кино. Знаешь, как она подала? Она... Я нашла наркотики! По крайней мере, так её услышали все присутствующие, потому что наркотики были найдены до этого. Кстати, насколько мне известно, кличка собаки Баскин. Вот. А если бы кличка была Басков, эта собака бы искала цветы. На самом деле натуральный бандин. По имеющейся информации, наркотическое средство предназначалось для азиатского рынка. И задержанный должен был следовать в Таиланд, но не смог попасть на свой рис и был вынужден вернуться в Украину. На самом деле натуральный бандин. Собака такая, да, сидит на допросе, говорит, смотрите, ребят, как бы я нашла наркотики. Пока действия ещё как бы есть, слушайте, я вам сейчас расскажу, для чего они были предназначены. И пошло-поехало. Да. Друзья, ещё одна новость. Из Одессы, тоже в Одессе. Офицер подал в суд на командира за оскорбление его бороды. Так вот, забавный случай произошёл в одной из вонских частей в Одессе. Мужчина обиделся на полковника, который перед строем его коллег наложил на него взыскание за ношение бороды. Я знаю даже кличку этого шерпа. Бородач. Не, Пётр Первый. Просто, говорит, нельзя всем баринам бороды брить. Вот так и было. Военнослужащий подал иск в суд, требуя отменить решение начальства, унижающее его честь и достоинство. А также потребовал выплатить ему 500 тысяч гривен в виде морального ущерба. У тебя есть борода? Давай мне 500 тысяч. Да. Источник добавил, что у офицера есть шанс оспорить взыскание, так как ношение бороды официально не запрещено. Однако, если растительность на лице есть, то она должна соответствовать фотографии из документов военнослужащего. Мне расслабляется вот эта, знаете, фраза «растительность на бороде». Да, да, хорошо звучит. Просто, если чуть-чуть неправильно трактовать этот смысл, можно подумать, что у человека с большими порами туда попалось зерно, и начинает там петрушка, салат. А теперь новости из Львова. Во Львове пьяный вор уснул на месте преступления. В Николаевском районе Львовской области ранее судимый 33-летний мужчина проник в помещение односельчанина. Злоумышленник сложил в три полиэтиленовых пакета бытовую технику. Но поскольку был выпивший, фактически кражу не совершил, так как уснул на месте преступления. Смотрите, вот вы зря вообще, на самом деле, так плохо думаете о человеке. Просто это же Львов. Вероятнее всего, там вот с приходом весны могут быть оползни. Вот. Вследствие этого бытовая техника может пострадать. Человек всю ночь работал, он пришел, упаковал всю бытовую технику в полиэтилен. Собственно, и измотался, измотался просто. И думает, ты просто отдохну немножечко от того, что такой измирительный тут. Он же не один дом обошел. И 33 года, это же возраст Христа. Человек, блин, благотворительностью занимает. Просто святой. Итак, заключительная новость. Туристку, которая воспользовалась паспортом, как туалетной бумагой, не пустили в Таиланд. Простите, вот знаете, как была ситуация, вот как это происходило? Извините, но у вас в паспорте какая-то... В общем, вы не схожи с фотографией. А ну, улыбнитесь. Скорее всего, просто этой новости не будет в эфире. Мне так кажется. Нет, нет, я сейчас все объясню. Жительницу Великобритании не пустили в Таиланд из-за ее паспорта. Это королева была, просто она себе может позволить. У нее этих паспортов. Из-за ее паспорта, который девушка пустила в ход в качестве туалетной бумаги. Сотрудники Таиландской таможни отказались пропускать на территорию страны Фэй Уилсон, 28-летнюю британскую путешественницу. Причиной стали вырваны из ее паспорта страницы. Когда? Служба безопасности задавала. Я понял, она просто там, она развелась. У нее была страница, которая, соответственно, о браке. Она говорит, что мне уже не надо. Так сказать. Она, наверное, блондинка была. Когда служба безопасности задала вопрос, куда делись исчезнувшие фрагменты, девушка постеснялась озвучивать таможенникам пикантную причину порчи документов. Собственно, причина. Дело в том, что несколькими годами ранее Фэй и ее друг, находясь под воздействием алкоголя, воспользовались несколькими листами из паспорта, как туалетной бумагой. А она сообщает, что документ посчитали недействительным почему-то. И служба безопасности препроводила мисс Уилсон обратно в Великобританию. Вот такая вот новость. Вот такой вот отдых, видите, друзья. А вы переживаете. Зато, вот знаете-ка, я пока сидел, думал, в перспективе все изменится. Потому что вот паспортный контроль переходит на пластиковые карты. Это будет гораздо удобнее. То есть, по большому счету, будет гораздо легче справиться с любыми задачами. То ли это в туалет сходить, то ли это дорожку с кокаином разделить. Друзья, это все новости на данную минуту. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok